В преддверии Нового года сотрудники Федеральной миграционной службы отмечают профессиональный праздник. До того, как было создано региональное ведомство УФМС, вопросами выдачи паспортов, виз и всевозможных разрешений занималась паспортно-визовая служба. Ее история ведется с 1932 года. Сейчас подготовкой документов в нашей области занимаются две сотни человек. В УФМС есть специалисты, которые посвятили работе более двух десятков лет. Светлана Цыганова работу свою любит. Она занимается оформлением документов на протяжении 26 лет. Сначала выдавала документы россиянам, теперь работает с иностранцами. Я люблю свою работу. Работать действительно интересно, хоть и тяжело. Работа очень трудоемкая, очень разносторонняя, требует очень большой отдачи с учетом очень большого наплыва, так скажем, в последние годы к нам сюда иностранных граждан с целью работы, учебы и других каких целей постоянного проживания. Наталья Шалагина еще один опытный работник миграционной службы. Ведет прием граждан по оформлению загранпаспортов нового поколения. Признается, с людьми работать сложно. Каждый человек приходит со своим настроением, своими проблемами и каждому нужно помочь. В день приходится принимать по 50 посетителей и больше. Мне нравится с людьми работать. Мне всегда хочется им помочь, если это в моих силах. В некоторые ситуации приходят люди с разными ситуациями, у некоторых очень большие проблемы. И как ты идешь им на уступки, как бы их выслушиваешь и хочется им помочь, и стараешься им помочь. Это моя работа, в этом заключается. Все делать для людей. Сотрудники УФМС признаются, что чаще приходится слышать от посетителей слова благодарности за помощь в получении документов. Однако работникам миграционной службы порой приходится не сладко. Например, в летний период, когда россияне дружно собираются ехать за границу. Только за неполный 2013 год было оформлено 46 тысяч заграничных паспортов. Чтобы сберечь время и нервы не только себе, но и специалистам миграционной службы заняться оформлением документов лучше зимой.